Ас-саляму алейкум и рахматуллахи в баракату, дорогие братья и сёстры. Я давно хотел побывать в гостях у Камиля. Он является моим дядей. Он брат покойной моей матери. Вообще наша семья о диабете знает не понаслышке. У нас мать моя упокоилась. Из-за сахарного диабета набрала кучу болезней на почве, повышенного сахара. И также её отец, мой дед, тоже страдал сахарным диабетом. То есть вся материнская сторона моя страдает сахарным диабетом. И её младший брат, мой дядя Камиль, он очень долгое время болел сахарным диабетом. И когда я испытал на себе кето-диету и интервальное голодание, первым человеком, кому я это параллельно, то есть сразу же предложил, это был он. У него очень интересная история, связанная с этой болезнью. И он очень долгое время болел. Он об этом сам нам расскажет, иншаллах. И вообще, почему мы говорим о здоровье? Почему? Потому что здоровье и религия – это вещи, неразрывно связанные друг с другом. То есть здоровье – это основной инструмент, основное средство нашего поклонения Всевышнему Аллаху. Все учёные ислама, которые, по крайней мере, именно те, которые жили в Дагестане, были большими богословами, они знали шариатские науки и даже писали, имели труды по медицине. Это неспроста. Почему? Потому что это две основные науки. Наука религиозная и наука врачевания. Эти две науки, они очень часто объединялись в одном человеке. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, в хадисе говорит, тот, кто из вас проснётся в здравии своего тела, имея на этот день пропитание, и он чувствует себя в безопасности, он как будто бы обрёл все богатства этого донья. Поэтому, видя то, что как мы, дагестанцы, очень халатно относимся к своему здоровью, имеем очень низкую культуру сохранения своего здоровья. Поэтому я решил эту тему очень часто поднимать и, тем более, имею такой опыт, сам получил опыт борьбы с сахарным диабетом. И вот человек, о котором я давно хотел рассказать аудитории, это вот Камиль. Потому что у него были очень высокие сахара, у него были все симптомы, все последствия сахарного диабета. Об этом он сам нам расскажет, и мы сегодня подобрали именно тот момент, когда он обедает. Обед — это его единственный рацион в сутки, у него одноразовое питание. Мохаммад Камиль. Его полное имя — Мохаммад Камиль. Помнишь ты, с какого времени ты начал страдать с сахарным диабетом? Вообще, сколько лет стажа? У меня было 40 лет. Первый раз, когда у меня обнаружили диабет второго типа. И симптомы диабета, кто болеет, тот знает. Ночью встаешь периодически два-три раза, горечь во рту. Потом обратился к врачу, написали лекарства, пил глибамид, глюкофаж. Какие только лекарства, тоже я не пил. Но все равно на следующий день измеряю сахар. Даже 10 не мог я это делать. 10 снижать. 10, 15. Ну, бывало даже больше. 30 тоже бывало. Уровень сахара достигал 30? Да, 30. Получается, всего сколько лет? Более 20. 40 лет. У меня 18 лет стажа диабет. 18 лет? 18 лет. В 16-м году я попал в больницу. В 16-м году мне кардиологический черный камень... То есть кардиологический центр на черных камнях? Да, на черных камнях. Там обследовали, коронарку сняли. У меня обнаружили 90% сужения сосуда. Поставили стенд. А до этого я был дома, я не мог уже ходить, у меня отдышка была. Подниматься не мог, ноги болели. Ноги болеют от коленей внизу, ноги болят, отдышка. Короче, ну, такое состояние было, да. Поставили первый стенд. Было хорошо... До поры до времени? До поры до времени. Я также питался этим же лекарством, которое они назначали. Их тоже пил. От сосудов пил. Статины пил. Но через год обратно попал я туда. Тоже этим же... Диагнозом? Да, диагнозом. На второй раз тоже мне на второй стенд, на второй сосуд поставили... Второй стенд. Второй стенд. Все это на почве повышения сахара. То есть сахарный диабет поражает в первую очередь сосуды. Поражает сосуды. Сердечно-сосудистую систему, да. Поднимается давление 180, 190, ну, меньше 150 не бывало. И мучился вот так. Ходить не мог. Мог ходить, но уставал. Вот так я три года подряд лег в 2019 году, в последний раз лег я и поставили мне... Попал ты в 2019 году еще раз в кардиологический центр. Вот в 2019 году попался, поставили третий стенд. То есть ты перенес третью операцию на сердце. То есть остановили третий стенд. И вот так, короче, вот мне назначали, я пил то, что они назначали, но, видать, я потом понял, что я нарушаю, не кушаю, что нужно, а кушаю углеводы. Хлев, 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 это моя слабость, сидел я полбуханки хлеба, мог спокойно покушать, мог буханку. Да я сам свидетель. Однажды он пришел ко мне в гости. Я смотрю, то есть у него тоже симптом диабетических препаратов. Они вызывают гипогликемию, и на этой почве человек испытывает сильное чувство голода. Он съел полбуханки хлеба при мне, это было с сыром. Было, да, это было ночью. Ты удивился, когда увидел, что я так... Много хлеба. Да. Он говорит, одевайся мне. Мы оделись, пока мы там спустились вниз, это было в Москве. И там такой парк, там. Вот по этому парку мы тогда где-то 5-6 кругов сделали, да. И он удивился, когда увидел, как я кушаю. Также газированную воду, Дейнебовский. То есть любые сладкие, в основном, рацион у него был как обычный. Вот лекарства пил, и думал, вот лекарства есть. Оказывается, это статины еще хуже. Они вообще еще хуже мне сделали. И от сердца пил, от сахара, какие только я препараты не пил. За 18 лет. Вот я, вот, вот, уже 2 года будет, в октябре, как я сел на этот... Да, я вот об этом сейчас передал. Сел. И когда в 2020 году я обнаружил, то есть у меня обнаружили повышенный сахар, в районе 15 обнаружили сахар, это выявилось благодаря тому, что очень долго стала заживать одна рана у меня на ноге. И врачи удивились, обнаружив этот сахар. То есть они посочувствовали мне, сказали, все, добро пожаловать в ряды диабетиков. Я начал искать в арабском интернете. В основном я в арабском интернете искал способы лечения борьбы с сахарным диабетом. Я вот обнаружил, что очень много, большое количество людей утверждают, что они избавились от сахарного диабета благодаря низкоуглеводной диете и интервальному голоданию, что я тут же начал практиковать. И тут же я предложил эту методику своему родственнику Магомеду Камилеву. Хотя я не был уверен в том, что он... Да, да. Да, вообще у меня не было надежды на то, что он за это возьмется. Я сказал, он не думал, он увидел, как я эту буханку проглотил там. И у него не было... Я же вижу, он говорит это, но не был уверен во мне. Думал, он не сделает. Сделает, не сделает, да. И был удивлен, когда он тут же взялся за эту диету и был очень даже... Я жестко взялся. Да, он сделал даже строже, чем я. И он почти периодически был со мной на связи, и мы вместе как бы прошли эту школу. И на сегодняшний день, что я хочу сказать, забегая вперед. Сегодня Магомед Камиль скинул сколько килограммов? Он на то время, на 20-й год. У тебя сколько? Какой был вес? У меня было 78-90 вес. У меня самый низкий вес после кето-диеты стало 65-68. 22 килограмма я скинул вес. Он был в городе, его звали Колобок Камиль, потому что он был такой кругленький, полненький. И сегодня у него вес около 70... 70-75. Да, вот колеблется от 70 до 75. Он сам регулирует, как ему... На интервале регулирует, если через чур сильно вес уходит, я перехожу на двухразовый, потом на одноразовый. И начал также с трехразового, начал с интервалом, без перекусов. Перекусы тоже нельзя. Строго, как мне сказали, я вот так все соблюдал и делал. Ну, получил результат на неделю. Я вообще лекарство, как начал кето-диету, с того дня я ни одно лекарство... Как только он перешел на этот режим питания и на интервальное голодание, он абсолютно уже с того дня прекратил прием всех препаратов. Каждый день мерил сахар, давление. Строго взял ее под контроль. Он регулярно следил за уровнем своего сахара. И он заметил, что здесь, переходя уже в жесткой форме соблюдать, когда он начал соблюдать этот режим, он обнаружил, что сахар начинает падать и нет необходимости в употреблении лекарств. Тут же он перестал принимать лекарства от давления. Еще что хочу сказать. Вот как начал кето-диету, у меня пропало все вот эти... Ну, как вам сказать, кто страдает диабетом, он знает разные болячки, то бескомфорт, лень. Это все у меня пропало. Отличка вообще ушла. Начал ходить. Я могу спокойно 20-25 кругов в стадионе делать. Я оставляю день. День. 10 километров. 5 утра, 5 вечера. Вот вчерашний день... То есть это вещи, вот то, что он сейчас рассказывает, и если вспомнить его до 2020 года, это вещи абсолютно несовместимые с его образом жизни. Это человек, он очень сильно... Он был сладкоежка. Хинкал — это его блюдо. Он все время валялся, как говорится, перед телевизором дома. Сейчас человек преобразился полностью. Этот человек стал гиперактивным, можно сказать, несмотря на его возраст. Я начал соблюдать, как мне объяснили, 70% жир, 20% белок, остальные углеводы. И вот можешь интервал легче держать, вот только надо соблюдать. Написано 70%, 70% жир, 20% белок и высоты. Если высоты, зачем можно? Вам ни на что не тянет. А так можно выпить воду, можно зеленый чай, можно яблочный уксус, можно кофе, можно. Никаких проблем нет. Самый большой у меня интервал был трехсуточный. Трехсуточный. Я вот сейчас хочу, мое закончится, хочу на неделю, на семидневную перейти. И без... Не думайте, что я буду голодать. Нет, абсолютно нет. То есть, когда... Тяги нету к еде. Понимаете, вот когда вы слышите интервальное голодание, вы не должны думать о том, что вот соблюдая интервал, его можно назвать пауза питания. Потому что абсолютного такого чувства голода человек не испытывает. Человек, он соблюдает этот интервал с абсолютным чувством комфорта. Он его не тянет ни на что. Он просто наслаждается своим самочувствием и своей энергией, которую он получает, когда он позволяет своему организму восстанавливаться, бороться со своими недугами, болячками. И то есть, организм преображается. Я, какой только болезнь, не бывает. Зубы, выпадение зубов. Вот сейчас, в данное время, я вот пью вот этот сок. Лучшей вещи нету для очищения печени. Вот, кстати, он очень долгое время и по сей день практикует. Он в течение дня пьет вот тот коктейль, тот смузи, о котором на канале есть ролик. Он его пьет 3-4 раза, в среднем 3 стакана в течение дня. Поэтому очень много бывает вопросов, сколько раз его нужно пить. Он абсолютно безобидный, только полезный напиток. То есть, это не такое средство, которое имеет какие-то противопоказания. Возможно, у кого-то очень тяжелая форма, там, язвы желудка, иностеперстной кишки. То есть, эти люди, конечно, должны следовать рекомендациям своих врачей. А в основном для любого человека абсолютно пить его можно и натощак, и перед едой. То есть, заменить его. Я первоначально, конечно, вот столько хлеба я кушал. Было, знаешь, вот на столе все есть, хлеба нет. Вот рука. Вот по интернете поинтересовался, смотрю, ли на мой хлеб. Вот это тоже, я знаешь, особо и тоже... Ну, вот, например, вспомнил, взял, намазал сыр. Для бутерброда, чисто для бутерброда используется. А так человек полностью может свободно обходиться. Это просто наша привычка. Брать, держать в одной руке хлеб, когда мы едим, чтобы мы не ели. В Дагестане это такая привычка у нас. Очень легко можно ее оставить. Даже не вспоминаешь ничего абсолютно. Во-первых, что хочу сказать. Человек, который страдает сахарным диабетом, он не должен думать о том, чтобы получать наслаждение от пищи. Он должен в первую очередь думать о том, чтобы вылечиться от этого тяжелого недуга, который является, как говорится, основой всех, целого ряда болезней, которым приводит сахарный диабет. И вот сегодня, Мохаммад Камиль, у тебя сколько раз вообще, когда ты последний раз мерил свой сахар? Я что хочу сказать, вот насчет вот этого, как раз я и хотел сказать. За год, шесть месяцев вообще, наверное, я разу, самое много, десять раз, наверное, измерил сахар. Больше не мерил? Нет. Зачем ее мерить? Для чего? Я мерил их, вот когда начинал кето, каждый день мерил, мерил, я получил результат. Я понял, что мне эта кето-диета дает, какую пользу дает. Я сейчас знаю, что мне нужно и покушать, а основное время даже у меня желание не бывает кушать. Вот сейчас тоже вот я особо у меня даже нет этого покушать, хотя я на суточном я, сутки один раз. То есть он свободно живет на одноразовом питании? На одноразовом, конечно, если голодал бы я, может, на двух был бы, но нету необходимости, нету. Вот четыре-пять, четыре штуки яиц могу пожарить, могу ее пожарить в топленом масле, курдюки могу пожарить, яичницу сделать. Могу вот сегодня индюшку, могу курицу, могу любое мясо поесть, рыбу, какую вы хотите, никаких проблем нету. Поэтому очень много есть, которые можно вещи, а то думаю, о, так как, нет, можно, спокойно, и самый чистый продукт. Для того, чтобы мы были, да, как ты проверил, как ты убедился в том, что у тебя отсутствует сейчас вот проблема с сахарным диабетом? Сейчас я вам это объясню. Я, как ссылка на кето, на следующий день утром поехал в инвитро, сдал анализы. Анализы на гликированный гемоглобин и инсулинорезистентность. У меня был показатель 8, гликированный сахар, 8 с чем-то было у меня. Больше 8 было. Больше 8 было. Через ровно 3 месяца, через 3 месяца, я обратно сдал анализы, у меня этот гликированный сахар пришел 5,7. На 5,7. Что является ниже, то есть в норме. В третий раз через 3 месяца сдал, у меня она была в норме, 4 с лишним. То есть гликированный гемоглобин на сегодняшний день у него меньше 5? Меньше 5, да, меньше 5. Как положено у меня она сейчас, я у меня ничего не беспокою, абсолютно. Абсолютно ничего. То есть на сегодняшний день какие-либо препараты ты принимаешь? Нет, нет, нет. Никакой ни от сердца, ни от сосудов, ни от сахара. Я не принимаю. Я это знакомым тоже рассказываю. Он не верит. Я говорю, вы попробуйте. Просто я живу, 18 лет, я ведь это же немалый срок. Не знаю, человек если захочет, он что хочет, может делать. Вот сейчас у многих возникает такой вопрос, Камиль. Вот думают, что вот мы, переходя на такую жесткую диету, она, во-первых, очень тяжелая, она, во-вторых, дорогая. Она, то есть, как только стоит уйти от этой диеты, что тут же ты обратно возвращаешься к сахарному диабету, к тем же этим. Я даже не хочу, я не могу по-другому, не могу я просто кушать, не получается. Я привык к этой диете. И вот автоматически дома лучше всех и хозяйка готовит, все готовит. Но, знаете, я вот делаю, как мне нужно. То есть, дело в том, что вот, смотря, обращая внимание на сегодняшний стол, он питается скромно. Хотя на здоровое кето – это очень разнообразные блюда. Очень много. Что только можно. Очень много. Сколько вы хотите разных вещей, вы можете себе приготовить. Но, однако, он сам не испытывает такой нужды и потребностей. Мы просто пришли на обычный прием пищи к нему домой. Если бы он ждал гостей, он бы мог очень много другого нам предложить. Но вот его обычный рацион. Он питается вот это все досыта. Во-первых, еда богата нутриентами, полезными веществами, микроэлементами, витаминами. И сутки один раз он питается. И вот на соль, насчет соли. Вот гималайский соль. Очень, знаете, я вот когда первоначально начал к этому, у меня чуть-чуть головокружение. Я вот спрашиваю, читаю, слушаю. Мне говорят, первоначально бывает. Возьмите чайную ложку гималайской соли. Гималайской соли и через подъязык и потихоньку пускай растет соли. И действительно она уходит. И придает силе. То есть эта соль, это натуральная горная каменная соль. Это не поваренная соль. Она очень богата электролитами, питательными веществами. Поэтому она очень помогает. В моем окружении есть люди, которые тоже больше 10 лет. Вес 125-130 килограмм. Вот сегодня утром разговаривал. Этот человек скинул 20 килограмм. И у него сахар. Он говорит, у меня сейчас 6,5 сахара. Я говорю, а норма будет. Будет, как положено будет. Соблюдай строго. Строго это соблюдай. Можно воды выпить сколько хотите. Можно зеленый чай выпить. Проблема же не то. Кофе выпейте. Абсолютно нет ничего здесь тяжелого. После... А ты пробовал измерять сахар после приема пищи? Через час там... Я пробовал. Пять и восемь, когда был, через два часа у меня было 6,2. Это норма. 6,2, 6,3, но не больше. После приема пищи. После приема пищи. И в заключение, что хотел бы сказать. Вот этот человек, который один из тех людей, которых я лично знаю, переборол, победил свой сахарный диабет. У него сахар, сахара были такие, то есть от 15 порой до 30 сахар был у этого человека. На сегодняшний день у тебя сахар колеблется между какими цифрами? У меня от... Бывает 4. От 4 до 6. Вот в этом интервале у него на сегодняшний день сахар. Он... Что я хочу этим сказать? Если, допустим, возникает тот же вопрос... Как же жить дальше? Дальше, если человек... То есть мы знаем, что сахарный диабет – это результат неправильного питания. Результат завышения углеводов в рационе. Он это знает, он это испытал на своей жизни. И сегодня он укрепил свое здоровье всесторонне. То есть не только он избавился от сахарного диабета, он избавился от огромного количества недугов. Сегодня этот человек может спокойно ходить на стадионе 10 километров. Ему хочется даже бегать. Он энергичен. Он здоров. Скинул более 20 килограммов. Он может свободно покупать ту одежду, которую он хочет. Он выглядит стройно. Он сейчас ни за что не променяет свое состояние, не променяет на те углеводы, которыми он раньше питался. Он сделал для себя образом жизни естественное питание. Он ест углеводы. Сколько необходимо, столько углеводов он употребляет. Это необходимый источник энергии, строительный материал для мышц. Источник энергии, он в виде белков, он употребляет. И самое ценное, самый основной источник энергии – это здоровые жиры. Употребляет жиры и спокойно он не считает, что ему что-то не хватает в его рационе. Конечно, он может для себя позволить какие-то праздники, может употреблять и сладости. Но он знает, что постоянное употребление этих сладостей, постоянное употребление углеводов, к чему приводит его организм. Поэтому он счастливый, он довольный, нет никаких проблем. Сладости тоже есть, низкоуглеводные. Да, есть низкоуглеводные сладости. Любой вещь сейчас, проблемы нет. Проблема в том, что надо соблюдать. Соблюдать. Вот эти перекусы. Вот идешь туда, вот чай наливают, вот пять, шесть конфет. Вот это все, вот это не нужно. Абсолютно не нужно. Воду выпить. Воду выпить, чистую воду. Лучше, лучшего напитка вы не найдете. Лучше чистой воды. Нет напитка. День, два, три раза я влачный уксус пью. Зеленый чай пью. Воды пью. Один раз могу кофе выпить. Зато чувство здоровья. Зато на лекарства каждый месяц 15-20 тысяч деньги уходили, лета не уходят. Один раз купи топленое масло, купи. Любой курдок возьми. Что хочешь сейчас натуральный? Натуральный вещам, питайтесь. И хлеба тоже в сторонку. И все, без проблем. Поэтому, дорогие братья, цель нашего визита к Камиле была мотивировать вас, именно тех людей, которые страдают ожирением. Ожирение – это путь к сахарному диабету, к метаболическому синдрому, к гипертонии. Даже если вам не грозит сахарный диабет, куча других болезней обязательно сопровождает лишний вес. И, конечно же, тех людей, которые страдают сахарным диабетом и надеются на здравоохранение и на медикаменты. То есть, для них, чтобы была мотивация, мы решили сегодня поговорить с Мухаммад Камилем. Для тебя огромная баркала, Мухаммад Камил. Спасибо, что... За то, что ты согласился. На эту встречу, для того, чтобы тем самым принести пользу для тех людей, которые сегодня все еще продолжают болеть сахарной диабетом. Лучшей вещи нет. Кето-диета. С интервальным голоданием. Хотите побольше, держите интервал, кушайте, сытно, и все. Больше, что вам нужно. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok